Жители многих российских городов жалуются на резкое подражание медицинских масок и противовирусных препаратов. Виной всему ажиотаж вокруг ситуации с китайским коронавирусом. Активисты движения «Молодая гвардия» проводят мониторинг цен и наличие защитных средств. В одном из рейдов приняла участие наша съемочная группа. Любая проблема, а в частности эпидемия различных заболеваний, это некая проверка для предпринимателей на их добросовестность. Участники Тверского отделения движения «Молодая гвардия» решили узнать, насколько честны продавцы в Твери. На сегодняшний день защитная маска продается 10-15 рублей за штуку, когда раньше это было 5-7 рублей. Активистов интересуют цены на самые популярные противовирусные препараты. В центре внимания наличие медицинских масок. Горожане жалуются, что либо их нет в продаже, либо покупать приходится по завышенной цене. Во многих аптеках с порога отвечают, что масок в наличии нет. Первое, что нас интересует, есть ли защитные маски медицинские. Респираторы? Нет. И цены на антивирусные препараты, то есть какой самый дешевый, самый дорогой. Ситуация во всех учреждениях оказывается похожей. Спрос вырос, а склады у поставщиков пустые. Распродав остатки, аптеки вынуждены отказывать покупателям. При этом потребность не уменьшается. В этой аптеке также зафиксирован дефицит защитных масок. Прокомментировали таким образом. Говорят о том, что поставщики медицинских масок искусственно создают дефицит. Не завышают ценник, не снижают его. То есть абсолютно по нормальной цене. Ну просто говорят о том, что маски мы отпускать не будем. Молодые гвардейцы направляются в следующую аптеку. И проверка показывает, что и здесь дефицит масок. Однако цены на антивирусные препараты находятся в пределах нормы. В данной аптеке выявлен дефицит масок. Цены на антивирусные препараты в целом соответствуют заявленным нормам. То есть примерно средняя цена на антивирусные препараты. Здесь по ценам нарушений не выявлено. С начала месяца участники движения проверили 19 точек, где в 15 из них зафиксировано отсутствие защитных масок и завышение цен на антивирусные препараты. На протяжении месяца мы примерно уже проводим проверки аптек. Много аптек проверили в центре. И, знаете, во многих аптеках цены на маски просто абсурдные. Ну, грубо говоря, могу сказать, в некоторых ценник за пять штук доходили до 80 рублей и выше. Во время совещания с членами правительства глава государства Владимир Путин отметил, что необходимо отбирать лицензию тех, кто решил нажиться на сложившейся ситуации. Он предложил принять соответствующее решение по каждой организации, которую уличат в недобросовестном поведении. Активисты движения намерены продолжить проводить подобные рейли. Всю полученную информацию они направляют в партию «Единой России», после чего будут приняты соответствующие решения.